Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. Рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 30 января 2020 года, четверг. Как всегда помним о том, что торговые рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют успешного исхода. Поэтому прежде всего соблюдаем риски. Традиционно начиная с валютной пары евро-доллар. Итак, евро продолжает торговаться в границах диапазона. На вчерашней сессии пара после отбоя от сопротивления на 1.1025 снизилась к отметке 1.0989. И сегодня уже снова начала расти, вернувшись под уровень 1.1025, где и торгуются в данный момент. Ситуация продолжает оставаться неопределенной. Есть некоторые признаки исчерпания нисходящего импульса, что не исключает вероятность разворота. Тем не менее, потенциал для снижения еще имеется, пока цена находится ниже сопротивления на 1.1025 и не достиг разворотного уровня на 1.1053. На текущий момент основной сценарий предполагает продолжение снижения от сопротивления на 1.1025 к ближайшим уровням с первой целью на отметке 1.0959 и со второй целью на 1.0927. Фунт торгуется в рамках диапазона. Вчера пара всю сессию находилась между уровнями 1.2994 и 1.3025. Ситуация несколько осложняется, поскольку цена имеет примерно равные шансы как на рост, так и на снижение. В любом случае, о направлении можно будет судить в момент выхода из диапазона. А пока основной сценарий не исключает вероятность локального роста. Для подтверждения этого сценария необходим ретест уровня 1.2994 или хотя бы удержание цены выше него с формированием заходной формации с последующим отбоем, который позволит паре направиться к ближайшим уровням с первой целью в районе отметки 1.319 с потенциальным продолжением до 1.3171. Ну и вот японская иена по-прежнему находится в фазе консолидации. Вчера пара продолжила торговаться в диапазоне 1.10877-1.10910 с небольшим краткосрочным повышением до 1.10918, который оказал сопротивление и вернул цену в коридор. Поэтому по-прежнему ожидаем снижения цены в рамках основного прогноза. При реализации этого сценария ближайшими целями для пары выступают уровни в районе 1.10845-1.0828. Отмена данного прогноза произойдет, если пара выйдет из диапазона вверх и закрепится выше разворотного уровня на 1.10946. Ну а канадский доллар закончил коррекцию и продолжает продвигаться по основному прогнозу. Вчера пара нашла поддержку примерно на уровне 1.3158, от которого отбилась и продолжила рост. К сегодняшнему дню цена уже достигла первую обозначенную цель на отметке 1.3214 и делает попытки продолжить рост. Не исключена локальная коррекция к поддержке, которая сейчас находится на уровне примерно 1.3189, отбой от которой направит цену к целевой отметке в районе 1.3260. Отмена прогноза возможна, если пара опустится и закрепится ниже разворотного уровня на 1.3168. Ну и наконец австралийский доллар, который вновь перешел к снижению в рамках основного прогноза. Вчера пара выросла до отметки 0.6774, где встретила сопротивление и начала снижаться. К настоящему моменту цена торгуется около уровня 0.6723, который может оказать краткосрочную поддержку, что вероятно приведет к локальной коррекции до сопротивления на 0.6755, от которого буду ожидать отбоя и продолжения снижения с ближайшими целями в районе 0.6711 с потенциальным продолжением до 0.6677. И у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании Тикмил. С вами был Арман Бесимбаев. До встречи в следующем выпуске. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока.